Как не перепутать равнодушие с доверием к происходящему? Так, давайте сразу же отвечу на этот вопрос. Ну, вычитай до конца. Мой папа после двух операций потерял жажду к жизни. Все мои попытки вернуть его в собственную и к самому себе почти бесполезны. Вчера он мне сказал, что пытался покончить жизнь самоубийством, но ему не хватило духу, потому что веревка закрустела на шее. Я всё понимаю, что у каждого тела свой опыт души, и потому не проявляю какого-то сильного включения в его ситуацию. Но я вернусь к вопросу, что это, равнодушие или доверие к происходящему? Смотрите, доверие к происходящему — это когда ты осознаёшь себя, кто ты есть. Когда ты понимаешь, что с тобой происходят те вещи, которые ты создал, ты создал, ты создатель. Когда ты понимаешь, что делая сегодня какое-то действие, оно отразится через какое-то время на тебе. Это принятие. Это принятие, что я это делаю для того, чтобы я принимаю последствия своих действий сейчас. А равнодушие — это когда «да мне пофиг, что я сделаю, мне пофиг, что будет потом». Это враньё. Тебе никогда не бывает пофиг. У тебя бывают просто опущенные руки, потому что ты не можешь ничего сделать из-за своего неосознания, из-за того, что ты не можешь осознать, что ты делаешь. Что ты делаешь сейчас. И так как ты не можешь осознать, что ты делаешь сейчас, то ты не можешь контролировать, что ты делаешь в твои последствия. И так как ты их не можешь контролировать потом, что у тебя происходит из-за того, что ты сделал сейчас в неосознанном состоянии, то тебе проще уйти в слабость самого себя и говорить «а, мне без разницы». Да не так как, не без разницы. И то, что происходит с папой, у него происходит именно равнодушие. Он не может принять ответственность за свои действия, сделанные сегодня, сейчас, и снова сейчас, и снова сейчас. А у тебя это идёт к тому, что ты не понимаешь своих действий сейчас. И ты не знаешь, как в них углубляться. И поэтому у тебя возникает вопрос «а это у меня принятие, то, что я не могу сделать это? Либо у меня равнодушие?» Но это и непринятие, и неравнодушие. Это не осознание. А какую роль ты играешь в этом всём? Спасибо. Спасибо. Спасибо.